Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и вот вам первый ФФА-сериал с дополнением Gathering Storm в Сидмерс Цивилизейшн 6. Играем аж на десятерых, и мне выпала Алиенора! Причём Алиенора английская. Ну, способности её я буду в процессе игры рассказывать. Но интересно, что мы играем безо всяких запретов вообще. То есть помните, как мы раньше там веерования какие-то запрещали, пантеоны? Есть ощущение, что в этом дополнении можно забыть про все эти запреты. Ну, пока во всяком случае. Единственное два таких, ну, общих правила — это всё-таки не пропускать великих людей, потому что иначе это превращается в гонку только за самыми лучшими, и не использовать тараны и осадные башни после открытия пороха, потому что иначе вместе с танками города продолжают захватываться, игнорируя стены. Во всём остальном можно принимать любые верования, можно кидать сколько угодно ядерок, можно строить любые чудеса. В общем, приятного вам просмотра, ваши впечатления жду в комментариях. Ну, хотя бы горы и холмы есть. Что-то мне совсем не нравится-то хрень. В принципе, старт неплохой, не так много производства, но то, что у нас тут равнины, а не луга — это хорошо. Сразу нашли руинку. Город буду ставить здесь, а не здесь, потому что здесь холмы хоть как-то будет влиять на город. Что там, ребят, я думаю, что ходов через 20 я смогу янтарём торговать со всем миром. Я уже три клетки янтаря вижу в радиусе города. Так, еда и производство. Есть у нас гипс. Походу в Калининграде просто появился. Есть и ты. Сразу в Калининграде. Я бы сказал, что это не Красаву Конго. Континент называется. А карта у нас на десятерых или на восьмерых стоит? На десятерых. Так, как бы так убрать, чтобы всем всё было видно. Ну-ка, там камень с шторицами, четыре клетки или пять. Так, значит, будем опять же ждём жителя. Сначала горное дело, пожалуй. У тебя тут и оленей есть. На Артемиду заявочка есть. А, нет, всё, загрузился нормально всё. На Артемиду есть. Давай, наверное, животноводство сначала. Откроем лошадей, потом горное дело, потом гончарочку. Вот так сделаем. Тут где-то лошади, потому что старт-баланс должны быть железо и лошади рядом. Знаете, река, понимать, кто рядом с тобой есть? Ну, если ты выучишься название река, то, знаешь, какие-нибудь реки Малии или... Падал, там же в гугл палет, всё это такое. Мне не нравится, что озёра. Озёра, типа, не отмечаются. Ну, по-моему, тоже вполне... Неизвестный кто-то биг, да, я понимаю. Да. Но у меня, кстати, интересно, у меня Лондон, но не Темза, а тренд. Река. Может какая-то ещё река, которая быстрее там забыла? А реки называются не по степени важности, насколько я понимаю. Ну да, ведь это рандомно. У меня тоже было такое, что иногда за Россию играешь, ставишь Петербург, а там не Неват. Какие-то реки рандомные. Северная длина какая-нибудь. Да, или ещё по тысяче. Или Волга какая-нибудь. Волга совсем ничтожная. Там Волга впадает в Лену, из неё вытикать северная длина. А чё, озёра не называй? Во, я тоже говорю, это, по-моему, недостаток. Начал не притираться, блядь. Ну, кстати, такая штука, которая может спать, чем-то. О, уже варвары. Видели, что с искусственным знаком побежал? Как он? Он же не мог меня увидеть. О, горы есть. Тут какое-то производство имеется. Давайте, ребят, первые ходы не пофутаем. Не пофутаем. Если дверь Англии, например, у тебя не может быть два Лондона столицы. То есть, там, кто первый поставил, того Лондона. Кто первый, того и Лондон. А вчера-вчера... Арт, баланс стоял? Да. Да. О, новое население, отлично. Я чуть ни одного люкса не вижу вокруг столицы. Нет, так баланс, он на стратегические ресурсы. Да у тебя будет железо и лошади, точно. А на счастье, извини. Будешь несчастным. Так, ну, надо думать. Надо думать. Ммм. На самом деле, вот тут еще есть место, да, для города. То есть, я бы вот сюда поставил. Город, например. И сюда потом бы еще влезло на... На озеро. Просто тут, вы понимаете, как-то голый Вася такая, а тут хоть производство имеется. Тут не влазит. Тут, если только на гипс ставить, получается. У меня, кстати, производство так и не откладывается. Пробовал разные штуки, но все равно не откладывается. В смысле, не откладывается, что это? Ну, в прямом. У меня не получается сохранить производство на поселках. Игра мне почему-то не дается шипотом. Привет. В смысле, shift, enter, нажми. Что? И что происходит, когда ты нажимаешь shift, enter? У меня просто, у меня просто, типа, переходит на экран выбора фигни для производства. Ну, значит, просто держи shift долгое время и нажми enter. У тебя, видимо, shift не срабатывает. Блин, я знаю, как горячие клавиши работают. Ну, у тебя явно не срабатывает shift, если у тебя переходит на выбор работы города. А что там у нас, пангея? Да. Как-то интересно сгенерировалось. Так, у лошади имеются, это хорошо. Да, вот эти ранние варвары неприятненько будет. Очень странная генерация. Такие горы. Так, ну тут надо серьезно подумать, что-то над местом города. Я бы, конечно, хотел тут город поставить, где у меня... Знаете что, наверное, я сутки вот сюда город поставлю. Да, 12. Тогда. Потому что здесь тоже надо ставить город, здесь хорошие места. А на гипс... Да, кстати, я для Фераксис придумал луги, интересно, что почему-то не везти, что у тебя не везти лавины с горки. Вот это море с лево, правильно? Да. Поруму стали, кажется, это озеро. Озеро. На всякий случай защитил. Так, и строители сделаю. Так, и здесь... Я не знаю, что тут внутри есть внутреннее море. Уже right now я вижу, что-то похожее. 4, 2. Обрабатываем. Я бы, конечно, камень обработал. С другой стороны олени. Значит, я решил сюда ставить, да? Пойдем. С другой стороны обработанные олени. Я бы, конечно, и тут надо решить. Камень ускоряет... Камень ускоряет... В общем, она довольно большая. Каменную кладку. Но олени дают возможность... Если я обработаю олени и поставлю тут лагерь, то это даст мне возможность храм Артемиды построить. И тут вообще по очереди вот эти три клетки можно обработать. Олени, лошади, гипс. Прям вот за меня. Две клетки. Как-то нам эту часть поделить карты, чтобы не было... Ну да, но я могу повыше поставить. Блин, вы прям уже исследовали всю карту. Вот сейчас опять кого-то подселят, у кого-то дофига места останется. Вы уже делите так же туда. Вот эта речка, вот эта речка, скажи мне, что я хочу к этой речке пить. Это очень далеко, мне кажется, от твоей столицы, потому что моя столица прям над этой речкой. Я не знаю, что это далеко для твоей речки. Ереван кто-то еще нашел, кроме меня. Что? Ливан? Ереван. А? Моя столица, вот надо этой речкой. Чуть правее. Давайте я прям, наверное, и куплю сейчас в этом городе Лошад. Континуйте такой же, как у меня. Потому что обрабатывать нечего. Ну, у тебя какой? Амаси, да? У меня тоже. Ну, хорошо. Столь повысил меня, у меня топ названия континента. Я не хочу, континент. Мода. Мой-то классный. А кто это нам мог? А там пуча. Я бы правильно искал му-ку пуча, а вот это за море. Япония, давай сразу здесь покачаемся. Так, надо вот здесь что-то исследовать. Ну, я предварительно вот это место я оставлю для гор, потому что тут никто, кроме меня, не может поставить, понимаете. Ну, тут ощущаешь, что я как-то так закрыт от всех. Другое дело, что не будет места на города, что плохо. А мне вообще желательно с моей той способностью Алияноры лояльность задавить. Господи, почему-то какой красный. Да, тут проверяйте цвета, тут у всех же цвета изменены. Я видел, там японец будет синего цвета, по-моему, да? Нет, он желтый. Ну, мне нету смысла бежать за скаутом. Я лучше исследую тут территорию. Ага, а вот и варвары. Это какая-то... Так, ну, желательно до появления... До появления поселенца. А, то есть, и бог кузницы, мы с бога кузницы снимаем бан, получается? Да нету никаких банов. Все, что хочешь, то и забирай, строй. Окей. Потому что, опять же, я тебе повторю. Во-первых, нету перелива производства, из-за чего был бог кузницы классный, да? А сейчас, ну, ты можешь просто идти плюс 25% просто для создания... И опять же, эти всадники требуют лошадей. У тебя вряд ли будет столько много лошадей. То есть, ты просто быстрее построишь. Да, да, я понял. Для чего он и есть. Я понял, да. Блин. Вот лошади, это печально. Придется отступать. Видимо, придется сюда этот третий город сразу везти. Потому что я не смогу еще с лошадей. А, так это два вулкана рядом? Ее упало. А, вот это каменная кладка же. Блин, гипс, отлично. Хорошо, что я камень не пошел обрабатывать. Слева я еще далеко не ходил, но есть. Это хорошо. Я хочу, как бы, так, кверху пойти, посмотришь, что-то там. Сверху, вот там немножечко земли, там море, снизу, тундра, с права, море, клево. Я, короче, не знаю, где. В общем, ты меня, задача полностью. Мы в жопе. Мы в жопе. Я, я, я уточню, ты в жопе. Потому что ты на моем континенте, братан. Я как-нибудь с ним плюс 5 разберусь. А за кого Эльвиктор сыграет? А генерал. За американцы, видимо. Ну, я поселенцам так прыгнул. Давайте еще раз посмотрим. Тут надо ставить три города. Я не могу с этими варварами разобрать. Вот тут просто где-то надо ставить. Видимо, даже вот здесь где лагерь варваров. На городу бы не полезешь. Нет, я бы сюда ставил, который между нами. Это ты видишь тут море и моя столица. Я скоро развить и мастерство открываю. Собственно, следующим ходом начинаю юниты клепать здесь. Прочников, дуболомов. Куда дальше пойдем? Ну, давайте. Обработаю бронзы потихонечку. Египетский Дунай. Ты за речку, да не ходи за речку. Мы, может быть, с тобой поживем, как фраг. Ну, Дунай, Дунай, это не Египет. Ну, это все, что я на футбол. Нет, давайте этот мореход. Завязывая, это Венгерская река. Или Венгрия. Ну, если какой-то шаги скифы или в Дуна. А у скифы скифы многие русские там, русские украинские реки. Это называется скиф. Да, да. Они же все названия, где найдены стоянки скифа. Ну, потому что скифы по всей территории, да, прокачивали в свое время. Убираю плюс пять, конечно, против варваров. Опасненько, но что делать? Хорошо, Египет. Зречка, не ходи, и все будет хорошо. Я ставлю город на первичку, которая не смог. Да, тут нарост пока надо. Давай, стерк. Мастерство открыли. Дальше международная торговля. Ну, вряд ли я тут континент найду скоро. Вообще только одно... Одну... Руинку нашел. Да, этим рабочим я бы жемчуг обработал, конечно. А есть ли среди вас кто-то, кто нашел Везуви? Тропические леса можно будет вырубать. Вулкан, который я пока нашел там Апочву. Ну, это мы Везуви, это римский вулкан. Но Везуви, это чудо. Да. Это... А, Везуви, это чудо? Независимо от того, кто здесь. А, это типо гигантский вулканчик, это какой-то... Да, да. Это вы супер вулкану. Ну, все равно по одной клетке ходить. И вообще хорошо, что сюда идут они, они клетки меня грабят. Так, подожду. Возможно, это не скала. Есть такая, чтобы открыть. Купим эту клетку. Так, давайте мы их объединим. Там очевидность всегда с вами. Ну, блин, конечно, лошадка против... Ну, ничего, у нас тут прачники сейчас создадутся. Всего один коник прибежал. Здесь амбар надо. Несомненно. И обрабатываются правильные клетки. Обработаем жемчуг, обработаем пшеницу для ускорения орошения. Хотя, опять же, я не вижу ресурсов для орошения. Ну, в принципе, пока у меня раз, два, три. Три ресурса. Ну, три ресурса мало. Надо еще искать. А у тебя там все нормально? Надо еще искать ресурсы. О, проатаковал-таки. Ну, доступно повышение. Так, может остаться... Давайте сейчас глянем вообще. Никого тут не будет. Или лошадь может захватить поселенца, слушайте. Вообще, лошадь, наверное, может захватить. Вот я не помню по очкам перемещения. Честно говоря, в пустыне какая-то... Какой? Аму нашел. Значит, там Мапучи где-то. Да. Игра, ведь можно крейлик. Я всегда здесь. Египет от и выше этого лагеря бегал. Вот у тебя... Речка Йокан становится активным. Я вообще... Континент Мумия напоминает песню квартета секрет Сара Барабу. Канал... Канал Юсуф. Явно какие-то... Я думаю, там Али где-то рядом, мне кажется. Ну, там есть лагерь, ты выше бегал? Там ты не должен... По идее, не должна на прачника убить. И все, он будет атаковать. Печаль. Но больно ударит, больно. Нет, нормально. Так, заодно ускорим, кстати. Да, те, и то ли, жесть. Жесть, как они... Ты любишь? Опа, я думал, тут я уже город могу ставить. Ну, и нормально. Ну, так, да ладно. То есть, право тебе это надо... Дайте, пройдусь сюда. О, потом уже шел. Так, здесь прокачиваем. Здесь покупаем клеточку. Два хода, правда, но... Лучше сказать, другую сам купит. Так. Здесь продолжаем. Прайсер, как он строит. Печаль, как он. Лучше, конечно, у вас тут не было. Так, одного варвара уничтожили. А на сколько вокруг вулкана разлетается его магма? На одну клетку. Если бы мы поставили третий-четвертый уровень, то будет на две. Потому что он сильнее обогащает клетки, но у кого я нашел? Я вам рекомендую, поиграв в много игр, я рекомендую рядом с вулканами не ставить города и районы. Но вообще вулканы очень классная штука, потому что они постоянно обогащают клетки. Конечно, они разрушают там постройки на клетках, но даже без постройок клетки очень неплохие получаются. Поляк, на сколько мы далеко друг от друга? Очень далеко, очень далеко. Ты свинку балову, там, боты идти, потому что там лесы. Да, да, я вижу, что тут леса. То есть я могу вот эту область вверх, типа, чуть-чуть подрастроиться. Я прощу, правильно? А, подожди, я сейчас вижу, где твои города. Секундочку. Слушай, надеюсь... Да, мои города, ты уже к границам, не всталишиницу добавить. Нет, я вижу твою лояльность. Я вижу твою лояльность. Ну, пошли. Нет, на эти лагеря нужно разбираться. Уже не будет, я сейчас один город там поставлю, и по лояльности мы друг другу упрямься. Ну, вот, а я нужна, ну, да. А тут был бутерная зона бутерста, я не хочу, чтобы ширина мою столицу имел прямой выход. Ты-то там чудо уже построил. Кто такой смелый вообще? Кто построил чудо, никакое. Большое бассейн. А, бассейн, это да. Ну, чё, говно. На бассейн всем, всем в принципе плевать. Это кто-то в золотой век идет? Вы зря, ребята, так. Кто-то в золотой век. Нет, это не я. Да, мне на мой лично, на мой золотой век мне пофиг, типа. Мне важно, чтобы рядом кто-нибудь, с кем я буду воевать, вышел в болтый век. Я не вармонгер, если что, пацаны. Так, ускоренное нарушение. Потому что три скаута построить. Это город у тебя рядом с Канана, или это... Нет, давайте пока воинов. Ты просто... Это элита столица. Рядом с горной коридой, грядой Канана. Это город может открыть луки действительно артементу построить. Ну, вообще... А, подождите, а... Ну, типа у меня тут очень-то очень рядом, ты прям к моим границам подошел. Все, понял. Каждый лагерь, пастбище и плантация. У меня вообще тут есть? Внутреннее, у нас такое внутреннее море получается. Вот у меня два пастбище. Не вижу, пока не разведывал море. Лагерь, лагерь и два пастбище, и все. У тебя, у тебя города, у тебя вот сейчас... Ну и смысл мне в Артемии. В сторону левее, левее ты выйдешь на такое внутреннее море своеобразное. Там еще лагерь варваров, которые пристали зачистить. Ну, все четыре пищи и три жилья еще дают, с другой стороны. Ну, не знаю, прям... Типа, чтобы прям вот нужна была бы Артемида. Так, второго убили. О! Привет, Япония. Как его там? Оригато? Няковай-тян. Что делать? Ну, Хорде Сакс, ты ж не тян. Он этот... Сенпай. Так же. Пополничан, да. Что обработать? Это интересно, как же так я нашел в Вильнюс? Не первым, но нашел первым преслов, который... Реклетки подвели с ним почти. Твои, ребят, здесь плохо исследовали. Да, ну мне надо сюда города ставить, ведь ИСИИНК оттуда пришел. Уставишь карточку, то она умножается. Блин, какую мне клетку обработать? Ну, наверное, надо пойти этот гипс обработать. Чтобы у нее косла пантань. Типа, панте, сохраняется. Еда была. Так, что с пантеоном? Бог-кузница еще остался. Тут все на религию забрали. Блин, ну тут даже не знаю. Эту забрали. Как ее искру божью. Вон, давайте религиозные идолы. Давно не брал, честно говоря. Кто там нашел ловит этого, еще гипзяина? Слушай, Инг, ты мне тут очень мешаешься. Давай ты следующим ходом назад пойдешь. Инг? Ой, не Инг, как его. Ну, блин, он цветами как Инг просто. Японец, японец. Я теперь не могу подвести дуболомы из-за тебя, что ты туда встал. Поляк, беги дальше, и найди меня, Поляк. Зачем? Человек в этот, в золотой век стремится, что-нибудь. Не, я-то если я тебе найду, я-то в их обычный. А, так вот, кто построил бассейн. Так, давайте, еще одного воина. Да, вот они нашли, человек сам спалился. Он проявил. И что, да. Испалися, господи. Вот они, не тайны. Две веры от трудников, грешких и бонусных ресурсов. О, это зашкварка. Ну, ты поставил большой бассейн, ну, это зашкварка. А почему, почему нет? А что, большой бассейн, крутой, что-то бежит. Почему не висящие сады, по-моему, полезные? Можно по три веры фармить с одной клетки. Так, растем. Эти монумент. Я вчера, когда загреться играл, построил большой бассейн. Хотя у меня даже религии не было. Но я взял эту бассейн. В Лондоне сейчас построим торговца. Чувствую себя хорошо. Да, там у кого-то есть вход. Восемь первый вход у Мапуча. Да, да, да. Восемь и четыре у Мапуча. Но это явно этот взят. Пантеончик на престиж. Пантеончик на престиж стоит. Города крутятся, лоза хомутятся. Все нормально. Так, ну это Мапуча. Я не знаю, что ты мне спешите с захватом этого. Что-то уже захватил город государство. Ну я еще не знаю. Но севернее, наверное, да, наверное, уже ничего не будет. На самом деле. А вот просто там уже, там горы. Только как раз по три разницы для двух наших городов. Вот так и будет. Ну вот, хорошо, да. Будет нормальная соблазие. А и одна клетка между нами еще станет. Так, этот отработал парень. Может на рост опять переключить как-то. 9-2, а так 5-3. Давайте пока на производство пускай. Но елки-палки. Пускай откроется. Ну, я торговца на ходов там оставалось. Быстрее торговца. Ну, 9 ходов, ладно. Охраняя империя. Меняем на... Может, нет, пока строитель не нужен. А, я город за лукана поставил. И, наверное... Я бронзу не отложил. Блин, вообще закрыть довольно трудно начало в темно-веку. У тебя регламы и акищи-то. Нет, закрыть. Очень сложно в золотой век не упасть. Я удивлен, что он в золотой век не попадает. Так еще 8 ходов, блин. Чего вы, ребят? Да не знаю, просто я найден на том, как дети, смопучие. Есть ли смысл уходить? В смысле, что я сейчас войну буду объявлять самой маленькой армией в мире? Так, железо. Маленькой, но гордый. Ну, как-то далековато железо для стратегического баланса. Ну, ладно. Да, ну, тут явно надо стоять. Значит, пойти туда, найти, где инк. Где? Так, монумент готов. Очень интересно, я нашел достаточно много соседей, я потом спустился чуть ниже этих соседей, нашел пустыню, в которой еще никого не было. Блин, ну и что мне строить? Военный лагерь? Я бы сказал, мне любознательных. Давайте строителя. У меня проблемы с гидвишками, гидвишки-то я не найду. Не знаю, не нашел. Нет, не забираю лагерь, постоим, пофармим его, раз такое дело. Это полпусть печенья. Я предлагаю тебе... Я предлагаю тебе сдаться, я тебе захочу спокойненько, и все, мучился. Интересные предложения поступают, да, уже. Сложно отказаться. Блин, вот сюда, короче, надо как-то заселяться очень быстро. Всягра, раннюю империю открывать. Так, куда отправим? Пофигу, абсолютно, конечно. Так, ну я опять в бутерброде полнейшем, я смотрю. Польша, Польша, убери, пожалуйста, разведа с мрамором, мне туда надо рудник поставить. Амбар или монумент? Тут будут поселенцы строиться. Остальные амбары, где я не могу туда походить. Я на следующих ход ухожу. Амбар все среди, еда, еда. Так, 3-0. Да, ранний империю. Давайте амбар. Сейчас, мне кажется, амбар важнее. Так, здесь монумент. Тут слева, на реке Нил, египтянин. Удивительно, наверное. Ну, они всегда это так делают. Тоже на Ниле, может, еще. Вот это у нас нату географии. Ты нырю, вот эту реку явно не конец первый нашел. Поляк, ты не смотрел, кто там? Сейчас расскажу тебе, где Андрис, ничего нет. Андрис, а он же нашел. А вот там никого, там никого, там ггшки, который я нашел первым, и Руин, который я нашел. То есть я могу чисто теоретически туда расселяться и не этим... Да может у тебя пройти негде. Я не буду тебя поджимать. Но смотри, если я условный, этот, Кируса и Ереван вынесу, то мне, в принципе, я смогу бы здесь... А я Ереван не вижу. Колесо ускорили. А, ну, там мы за благовониями в бандах нету прохода. Отличненько. Здесь есть проход вниз, и потом в пустыню. Ну, короче, мне бы навигацию по звездам открыть. Чтобы дойти куда-то, нужно обойти крючок. Мунникальный Руин, англичающий, так, заменяет гавань. Не действует штраф на покручку. Плюс одно перемещение построенных верфей, плюс два золота и четыре равенства захода, если построен на чужом континенте. Ну, блин. Ну, блин. Я даже не нашел еще никакого чужого континента. У меня египтян, в принципе, есть где расселиться. То есть, ну... Может, сверху? Потом заключить дружбу, но пока я тут и отметку круто засну. Давайте, письменность откроем. Где-то с этим согласен, там заключен. Да, да. Мне очень нравится твой там город. Ха-ха, для захвата? Нет, просто мне нравится, что он там стоит. То есть, ну, нет, точнее, мне нравится, что он стоит, не мешает там. Нашли рапануи. Ну, кстати, такое себе, по-моему, да? Могу строить мааи, плюс одну культуру за каждые две сети. Ну, короче, мааи из пятой цивы конкретно. Кстати, а кто первый нашел? Японец, да? Жалко, культурка ему капает. Не убили. Угу. Где-то японец далеко. О, еще железо, блин. Так, а в этом городе как-то вообще расти? Есть какие-то клетки для роста? Давайте подумаем про политический район. Я бы его, наверное, вот тут поставил. Да. Сложно. А, давайте поставим метку. Тут будет политический район у нас. Все, ближе не будет, ближе не будет. Это вот наш путь, приграничный город, Сазы. Ну, что ты там второй, мой город? И он через горы и через море, то есть к нему прямого прохода нет. Мне надо терапевтические леса вырубить, что ты меня брал. Это, наверное, дайду, железо. И тебе поставлю метку, где поставлю город. Вот эти оливки я хочу их забрать. Вулкан, если что, он же ресурсы, насколько я помню, сжирает. Что, отложу я тут все это строительство? Я не знаю, куда мне. Мофцы есть под вулканом, я что мне тут строить? Рабочих достаточно мне уже для обработки, может, поселенцев буду строить. О, Багарирема приехала. Коль, печаль. Гри, не хочешь открытой границы? Ну, тут явно сюда город встает. Сюда, где хочется скрытые границы. Ну, храм Артемиды построил. Так, ставил я это, кто? На поселевших кинуть. Вылечили меня за то веко. Кто просто начинает. Молодец. А, Эль не кину в сделку, подожди. Да, выходит золотой век японец. Что такое? Или подождите, или там 24 надо? 24, пока нет. Подожди, мне еще не открыто, ранее, перед следующим ходом. А я не хочу эти денег давать. Пусил. Дениально, брат. Тут все еще стоим. Японец, это имя не выпустит. Ну, пошли в трудовую повинность. А кто-то и запер моего двора. Что-то быстро построил тебе, душе. Японец, это построен японец. Может, мне в Бристоле тогда кампус быстро построить вот здесь? Заодно. Так, ну я пингалу теперь беру первым всегда в этом. Два хранения, что дохода не остался. Поля так откладываем на производство. Для поселенца тут лучше строить. А, а, а. Или кампус. Это логично, логично. Очень мне нравится. Но я просто смотрю, что у него 3032 империи. Трайти, может, мы пойдем сюда на всякий случай, если японец захочет город тут ставить. Ну, я не пишу. Египтяне, но ты не против, вот если где ты тут стоишь, вот я внизу, еще нету. Вот, около Визуева. Просто, чтобы между столицей и... А, да, тут нету прохода на городу. Ну, если японец захочет город ставить, то, конечно, нету ему смысла сделать. Это вот моя территория, по идее, и тут, наверное, даже города 3 сонется. Я тебя подпирать налево не буду. Да, я подвинусь и смотрел. Подтер прям, виптусом слой. Я подвинусь и смотрел там пуши. И там никого нет. Мы там еще грибочки лица, обработаем лошадей. О, пустыня Калахари. Никто не ходит. Так, суждите, у нас тут вроде как даже место какое-то есть. Стоит ли мне вообще обрабатывать это железо? Город, наверное... А, тут вообще 2 еды. Стоит. Стоит купить 3 сделка. Или ты меня не пустишь по раздельному. Да, вот так. У нас тут места снижаются. Ты на самом деле особо не понимаю, тут особо нечего разведывать. Ну, я хочу понимать, что за тобой... Ты там прижат этим горам, то есть там... Да, давай эти деньги начнем. Или... Там дальше революция. Там за горами Равенда. Ну смотри, я планирую, вот, нашел уже город, который ближе к тебе лавки. Блин, надо кампус строить. Я планирую вверх камеры расселяться. Сейчас, надо купить эту клетку и построить кампус в пристале. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.